Беседа 16. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали от Иерусалима священников и левитов, да спросят его, кто ты? Иоанна 1.19. Опасная страсть, возлюбленный, зависть, опасная и гибельная для самих завидующих, а не для тех, которым завидуют. Она прежде всего им самим причиняет вред и гибель, как какая-нибудь смертоносная трава, внедрившаяся в души их. А если она когда-либо вредит и тем, которым завидует, то это вред малый и незначительный. Еще доставляет им пользу, гораздо более важную, чем потеря. И так бывает не с завистью только, а и со всеми другими страстями. Не тот, кто терпит зло, а тот, кто делает зло, получает вред. Иначе, если бы это было не так, Павел не внушал бы своим ученикам, лучше терпеть несправедливость, чем делать ее, говоря, для чего бы вам лучше не терпеть обиды, 1 Коринфянам 6.7. Он хорошо знал, что гибель всюду следует не за тем, кто терпит злом, а за тем, кто делает зло. Все это говорю я по поводу зависти иудеев. Люди, стекавшиеся из городов Киану и в покаянии о своих грехах, получившие крещение, те самые после крещения, как бы передумав снова, посылают спросить его, ты кто есть? Подлинно, порождение ехидн, змеи или еще не хуже их, рог лукавый, прелюбодейный, развращенный, ты уже после крещения изведуешь и любопытствуешь узнать о крестителе. Может ли быть что-нибудь глупее этой глупости? Как же вы приходили к нему? Как исповедовали свои грехи? Как спешили креститься от него? Как вопрошали его о том, что должно делать? И так все это делалось у вас безрассудно, без сознания причины и основания на то. Впрочем, ничего такого не сказал блаженный Иоанн, не возопил, не стал их укорять, но отвечал со всей снисходительностью. А для чего он так поступил? Стоит узнать, чтобы всем было явно и очевидно злодейство иудеев. Иоанн часто свидетельствовал предиудеями о Христе, и когда крестил, нередко напоминал о нем приходящим и говорил, «Я крещу вас водою, грядущий же за мною сильнее меня, он будет крестить вас духом святым и огнем». Но они в отношении к Иоанну показали человеческую слабость. Имея в виду славу мирскую и взирая на внешность, они думали, что недостойно Иоанна подчинять себя Христу. Иоанна возвышала многое в их глазах. Во-первых, именитое и знатное происхождение, потому что он был сын первосвященника. Во-вторых, строгость жизни и презрение всего человеческого, потому что он, пренебрегая и одеждой, и домом, и самовею пищей, проводил пред тем все время в пустыне. Во Христе все было напротив. Происхождение уничиженное, что иудеи часто и выставляли на вид, говоря, не сея ли плотника сын, не матери ли его нарекаются морям и братья его Иаков и Иосиф. А мне мое его отечество было в таком бесславии, что Нафанаил говорил, что может быть доброго от Назарета. Образ жизни был у него обыкновенный, одежды ничем не отличавшиеся от других, кожаного пояса он не носил, восемьницы не имел, меда и акридов не ел. Он жил, как и все, присутствовал в собраниях людей, порочных и мытарей, только чтобы привлечь их. Иудеи, не понимая этого, поносили его, как и сам он говорит. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, все человек любит есть и пить, друг мытарям и грешникам. Матч. 11.19. И вот как Иоанн часто отсылал их от себя к тому, кто, по их мнению, был ниже его, то он, стыдясь и досадуя на это, и желая лучше иметь учителем Иоанна, открыто не осмеливались этого высказать, а отправляют к нему посольство, надеясь лестью расположить его к тому, чтобы он объявил себя Христом. И никаких либо презренных людей не посылает к нему, как ко Христу, когда желая схватить его, послали слуг, потом и Родиан, и им подобных людей. Но священников и левитов, да и священников именно из Иерусалима, то есть почтеннейших, Евангелист не без причины заметил это. Посылают же за тем, чтобы спросить Иоанна, ты кто есть? А между тем, и рождение его было известно всем, так что все говорили, что будет сей младенец, Лука 1, 66, и молва о нем пронеслась по всей Нагорной стране. Опять, когда он пришел на Иордан, жители всех городов спешили к нему, из Иерусалима и со всей Иудеей шли креститься от него. Итак, эти-то люди теперь спрашивают, не потому, чтобы не знали его, как могли они не знать человека, сделавшегося столь известным, но они хотели привести его к тому, что я высказал. Послушай же, как этот блаженный муж отвечает именно на ту мысль, с какой они спрашивали его, а не на самый вопрос. Когда они спросили, ты кто? Он не вдруг сказал то, что следовало сказать, я есть им глаз вопиющего в пустыне, а что? Он уничтожает их предположение на вопрос, ты кто есть? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Заметь мудрость евангелиста. Три раза он говорит одно и то же, чтобы показать и добродетель крестителя, и все лукавство и бессмыслие Иудеев. Также и Лука говорит, что когда народ предполагал, не он ли Христос, он уничтожил это предположение. Таково свойство благомыслящего служителя. Не только не похищать чести, принадлежащий господину, но и отвергать ее даже в таком случае, когда бы предлагали ее другие. Впрочем, простой народ пришел к такому предположению по простоте и неведению. А те спрашивали его, как и сказал, злым умыслом, надеясь лезть и увлечь его к тому, чего хотели. А если бы они не это именно имели в виду, то они перешли бы тотчас к другому вопросу, а стали бы досадовать на то, что он говорит совсем другое. И отвечают не на вопрос, они бы сказали ему, разве мы это предполагаем? Разве об этом пришли спрашивать? Но как бы будучи пойманы и увлечены, они приходят к другому предмету и говорят, что, Илья ли ты? И говорит, нет. Они ожидали, что Илья придет, как и Христос сказал на вопрос учеников, что же книжники говорят, что Илье подобает прийти прежде? Он сказал, Илья придет прежде и устроит все. Матфея 17, 10. Потом спросил, спросили им, пророк ли ты? И он отвечал, нет. Однако же он был пророк. Почему же он отрекся? Опять потому, что смотрел на цель, спрашивавши. Они ожидали, что придет некоторый избранный пророк, так как Моисей говорил, пророк от среды твоей воздвигну, как тебя, говорит Господь Бог твой. Его, слушайте, раззаконие 18, 15. А это был Христос. Поэтому они не вообще говорят, пророк ли ты, разумея одного из многих пророков, но с присовокуплением члена, не тот ли ты пророк, о котором предвозвестил Моисей. Поэтому-то он и отрекся не от того, что он пророк, а от того, что он именно тот, предвозвещенный пророк. Сказали же ему, кто ты? Да дадим ответ пославшим нас. Что скажем о тебе? Стих 22. Видишь ли, как они еще сильнее приступают и настаивают, повторяют вопросы и не отстают. Но Иоанн с кротостью сперва отвергает их ложные предположения, а потом дает действительное понятие о себе. Я, говорит, глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал Исайя пророк. Так как он уже высказал о Христе нечто великое и высокое, то как бы в ответ на их мысль тотчас спешит обратиться к пророку и таким образом подтверждают все слова. И посланы были от фарисеев и спросили его, и говорят ему, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк? Видишь ли, как не напрасно я говорю, что они именно до этого хотели довести его, а сначала этого не говорили, чтобы не подвергнуться общей от всех укоризне. Потом, когда он сказал, не Христос, они, желая вскрыть то, что затевали в душе, переходят к Илье и к обещанному пророку. Когда же Иоанн сказал, что он не тот, не другой, они, наконец, приведенные в недоумение, сбросив с себя личину, уже открыто выставляют свой лукавый замысел и говорят, «Что же ты крестишь, если не Христос?» Потом опять, желая прикрыться, присоединяются других лиц, Илью и пророка. Так как не могли поколебать его честью, то думают обвинением вынудить у него признание в том, чего не было, но и этого не могли сделать. «О, безумие! Он обменность и безвременная суетливость! Вы посланы узнать от него, кто и откуда он, не хотите ли предписывать ему и законы? И этого именно хотели они, принуждая его объявить себя самого Христом. Однако же он и теперь не негодует и не высказывает ничего такого, хотя и справедливо было бы, как, например, «Вы ли хотите мне приказывать и давать законы?» Но опять показывает большую кротость. «Я, говорит, крещу водою, посреди вас же стоит, его не знаете, он грядет после меня и есть предо мною». «Я же не достоин отвязать ремень обуви его». «Что на этом могли бы сказать иудеи? Здесь обвинение на них неопровержимое, осуждение нещадное. Они сами на себя произнесли суд». «Каким образом? Они почитали Иоанна, достойным всякой веры, и столько правдивым, что верили ему не только тогда, когда он свидетельствовал о других, но и когда говорил о себе самом. «Если бы они не были такого мнения о нем, то не послали бы узнать от него о нем же самом. Известно, что мы верим только тем людям, когда они говорят о самих себе, которых признаем людьми самыми правдивыми. Но не это только заграждает их уста, а и самое расположение духа, с которым они приступили к нему. Они пришли к нему с особенным усердием, хотя потом и переменились». «Указывая на то и на другое, Христос говорил, он был светильный, горящий и светящийся. Вы же восхотели возрадоваться при части света его». «А самый ответ Иоанна еще больше показал в нем человека, достойного веры. Кто не ищет славы своей, сказано, тот истинен есть, и нет неправды в нем». Иоанна 7, 18. «И он не искал, но отослал их к другому. Между тем, посланные были из людей доверенных, почетных, так что им не оставалось никакого убежища или оправдания в своем неверии Христу. «Почему вы не приняли того, что говорил о нем Иоанн? Вы послали своих старшин, через них вы спрашивали его, вы слышали, что отвечал Христитель. Они с своей стороны показали всю ревность, все любопытство, указывали на всех лиц, которых вы предполагали в нем. И однако же он в полной свободе исповедал, что он ни Христос, ни Илья, ни пророк. Не ограничиваясь этим, он сказал, и то, кто он сам, беседовал о сущности своего крещения, именно, что оно мало важно и несовершенно, и не имеет в себе ничего, кроме воды, показывая тем превосходство крещения, дарованного Христом». Присову купил свидетельство Исаия, пророка, задолгое до того время, и одного наименовал Господа, а другого – его служителем и рабом. Что же после этого оставалось делать? Не уверовать ли в того, о ком Иоанн свидетельствовал? Поклониться ему и исповедать его Богом. А что свидетельство это было делом не лести, а истины, это показывал нрав и любомудрец свидетеля. Понятно это и потому, что никто не предпочитает себе ближнего, и когда можно получить самому честь, никто не захотел бы уступить ее другому, особенно, когда честь так велика. Таким образом, и Иоанн не представил бы такого свидетельства о Христе, если бы он не был Богом. Если бы и от себя отклонил эту честь, как такую, которая выше его природы, то, конечно, не приписал бы ее и другому, низшему существу. Посредь же вас стоит, и его вы не видите, не знаете. Это он сказал потому, что Христос обыкновенно вмешивался в толпу народа, как человек простой, и учил всегда противу гордости и тщеславия. С ведением же здесь Иоанн называет знание точное, именно о том, кто он таков и откуда. А выражение «после меня грядущий» Иоанн часто употребляет, говоря как бы так, не думайте, что все заключается в моем крещении. Если бы оно было совершенно, то не пришел бы после меня другой, с установлением другого крещения. А мое крещение – только приготовление и указание пути к тому крещению. Наше дело – тень и образ. Должно прийти другому лицу, которое покажет истину. Таким образом, слова «после меня грядущий» наиболее указывают на его достоинство. Если бы крещение Иоаннова было совершенно, то не было бы нужды искать второго. «Предо мною был», то есть он «достатимее», «славнее меня». А чтобы не подумали, что это превосходство и столько сравнительное, то, желая показать его несравненное достоинство, Иоанн присовокупляет. Ему же не достоин я развязать ремень, то есть он не просто предо мною был, но так, что я не достоин быть в числе даже последних служителей его, развязывать обувь, и есть дело самого низкого служения. Если же Иоанн не достоин разрешить ремень, Иоанн, которого больше не было среди рожденных женами, то где же нам поместить себя, если достойны целого мира, или лучше, больше его, так как сказано, их же не достоин был мир, если он признает себя недостойным быть в числе его последних служителей, то что же скажем мы, обремененные тысячами пороков, мы настолько отстоящие от добродетели Иоанна, насколько отстоит земля от неба? 108 страница. Итак, Иоанн говорит о себе, что не достоин разрешить ремень в обуви, а враги истины доходят до такого безумия, что считают себя достойными знать его так же, как он знает себя самого. Что может быть хуже такого безумия? Что сумасброднее такого самохвальства? Хорошо сказал некто мудрый, начало гордости, отступление от Творца. Сирах 10.14. Дьявол, не бывший прежде дьяволом, не был бы низвержен и не стал бы дьяволом, если бы не заболел этою самую болезнью. Она лишила его прежнего достоинства, она низвела его в гиену, она послужила для него причиной всех зол. Порок этот может сам по себе повредить всякую добродетель души, милостыню или молитву, или пост, или что-либо другое. Сказано, что высокое у людей не чистое пред Господом. Не блуд только, и не прелюбодеяние скверняет тех, которые предаются ему, но и гордость, и даже гораздо больше. Почему? Потому что хотя бы блуд и не простительное зло, но по крайней мере иной человек может сослаться на пожелания, а высокомерие не имеет никакой причины, никакого предлога. Под которым заслужила бы хоть тень извинения. Оно есть не что иное, как разбращение души и самая тяжкая болезнь, происходящая ни от чего другого, как только от безрассудства. Подлинно. Нет человека безрассудния, высокомеренного. Хотя бы он обладал большим богатством, хотя бы получил обширное внешнее образование, хотя бы поставлен был на высшей степени власти, хотя бы имел у тебя все, что для людей кажется завидным. Если гордящийся действительными преимуществами жалок и несчастен, и теряет награду за все свои совершенства, то не смешнее ли все, надмивающиеся ничтожными благами, тенью и цветом травы? Таковы слова этого века, слава этого века, так как он поступает подобно тому, как если бы бедняк, нищий, постоянно удручаемый голодом, случайно в одну ночь увидел приятный сон, и тем стал бы тщеславиться. Жалкий и несчастный, душу твою снидает жесточайшая болезнь, и ты, убогий, крайним убожеством, мечтаешь, что у тебя столько-то и столько-то талантов, золота и множество прислуги, да это не твое, а если не веришь моим словам, то убедись опытами бывших прежде богачей. Если же ты так упоен, что не вразумляешься приключениями других, то подожди немного, и ты дознаешь собственным опытом, что нет для тебя никакой пользы от этих благ, когда эти при последнем издыхании, не будучи властью ни в одном часе, ни в одной минуте, ты невольно оставишь их окружающим себя людям, и что нередко случается таким людям, которым ты и не хотел бы оставить. Многие даже не имели возможности распорядиться о них, а отходили нечаянно, еще желая наслаждаться ими. Но им уже не было это позволено, и, будучи увлекаемы, отходя из мира невольно по необходимости, оставляли свои блага тем, кому бы и не хотели. Чтобы и с нами того не случилось, мы, пока живы и здоровы, отошлем их в свой грядущий град. Только таким образом мы будем иметь возможность насладиться ими, а не иначе. Таким только образом мы положим их в надежном и безопасном месте. Ничто, ничто не может их оттуда исходить, исхитить. Ни смерть, ни доверительные свидетельства, ни наследники, ни клеветы и наветы. Но кто сколько принес собою, отходя отсюда, тем, тем и будет наслаждаться непрерывно. А кто так несчастен, что не захотел бы вечно утешаться своим стяжанием. Перенесем же свое богатство и положим его там. Для этого перемещения нам не нужно ни ослов, ни верблюдов, ни колесниц, ни кораблей. И от этих хлопот избавил нас Бог. Нужны нам будут только бедные, хромые, слепые, недужные. И им-то поручен этот перевоз. Они-то пересылают богатство на небо. Они-то вводят владетелей богатства в наследие вечных благ, которые додостигнем и все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.